Братья и сестры, евангельское чтение о Закхее. Это для нас такой звонок первый, что впереди Великий пост. Сегодня последнее воскресенье такого периода, который в богослужении Православной Церкви называется период пения Актоиха. Вообще у нас всего три периода, наверное, вы знаете. Это период пения Актоиха, самый большой период пения после Триоде. То, что у нас начинается с недели Матарея Фарисея и период пения Цветной Триоде. И вот мы с вами приходим в особое богослужебное измерение, потому что заканчивается Седмица и следующее воскресенье это уже неделя Матарея Фарисея. И все богослужения в нашей Церкви, чтения, евангельские чтения, они будут прежде всего говорить нам о покаянии. И вот сегодня как раз неделя очтения Закхеи, это когда мы с вами видим пример покаяния человека, который, в общем-то, по меркам того времени был отъявленным мошенником. И вором, и человеком, который был на службе у врагов, потому что именно для них он собирал эти подачи, мыт налоги вот эти. Ну и к тому же он был, наверное, человеком достаточно спесивым, потому что все-таки очень богатый был человек. Но мы видим, что Господь сам приходит к нему. То есть не от него как бы требуется даже, Господь не требует от него, чтобы он вот пришел и покаялся, как мы часто говорим, вот надо покаяться. Вот, на самом деле Господь приходит к нему. То есть он, ну судя по евангельскому чтению, даже вроде бы поначалу и не предполагается какого-то покаяния. Он просто проявляет любопытство. Вот, как знаете, некоторые тоже люди приходят в Храм Божий ради любопытства. Ну, потому что жизнь уже приелась, хочется каких-то впечатлений, а здесь такая необычная обстановка. Да и люди какие-то тоже странные собираются, не такие, с которыми человек привык общаться. И вот с таким же любопытством он тоже стал взирать на это, так сказать, чудо чудесное, о котором был слух, что это праведник, что это пророк, даже может быть кто-то говорил, что это человек близкий к Богу. И вот мы видим, что даже это любопытство привело к тому, что человек полностью изменил свой образ жизни. Господь, невзирая на то, что он шел окруженный толпой людей, ну, как бы торжественный вход в Иерихон, но вот Господь своим промыслом, своим божественным каким-то разумением подходит к этому отъявленному мошеннику и говорит ему «Потрудись, слезь, сегодня я буду ночевать в твоем доме». Это же все противоречит ветхому закону, это противоречит закону Божьему, потому что блаженному и женихе на совет нечестивых. И вдруг Христос приходит к такому нечестивцу, которого все презирают. И он уже привык к тому, что он богат, что у него все есть, но люди к нему относятся как к новоришу такому, знаете, который вот, чтобы такое собрал неправедное богатство. И вот именно Бог своим пришествием производит в душе его, можно сказать, радикальную перемену. Он вдруг осознает все свои прегрешения, понимая, что не достоин он принять в своем доме такого праведника, и он совершает покаяние, но о котором мы с вами уже слышали. И вот это чтение как нельзя лучше подходит для того момента, в который мы переживаем, накануне Великого Поста. Потому что Великий Пост, вот само богослужение нашей Церкви, это как бы, я бы даже сказал, что устав. Он как бы говорит нам о том, что Бог приходит к нам. Вот в таинствах церковных, в особом чине богослужения, в особом строе нашей богослужебной жизни, даже в украшении храма. То есть Господь вот приходит к нам для того, чтобы опять, в очередной раз призвать грешников к покаянию. Кого-то там в какой-то сотый раз, кого-то в первый раз. И мы блаженны, если мы откликнемся на этот самый шаг Господа к нам, так как откликнулся этот самый Закхей. Если мы с вами вдруг осознаем, что жизнь наша неправильная, что на самом деле мы бесконечно далеки от Бога из-за наших прегрешений, и что Господь, несмотря на это, не карает нас, а Он ждет нас, чтобы мы к Нему вернулись. Так что это вот особое такое чтение сегодняшнее, которое нас должно настроить на то, что впереди Великий Пост, который некоторые воспринимают с ужасом, даже таким некоторым, да, вот опять придется поститься там и так далее. Другие, наоборот, думают о том, что ну когда же все-таки начнется это совершенно особое богослужебное время, когда же мы услышим чтение Великого Покаянного Канона Андрея Критского, который есть наш, можно сказать, путеводитель по Великому Посту. Потому что тот, кто не был на чтении Покаянного Канона, тот, вообще-то говоря, потерял, наверное, половину того, что предоставляет нам Великий Пост. Так что вот заранее вас предупреждаю, что не пренебрегайте этими совершенно невероятными по своей красоте и по своему содержанию в богослужении Великого Поста. Кто не был на Каноне Андрея Критского, тому очень сложно расстроиться на пост. Он тогда именно видит пост, как прежде всего воздержание в пище. А ведь не это, на самом деле, главное в Великом Посте. В Великом Посте главное именно покаяние, осознание своих грехов, осознание своей бесконечной удаленности от Бога. А пища – это только лишь некое средство, поскольку мы слишком с вами такие дебилые, как говорится, телесные. И поэтому, чтобы достучаться до нашей души, надо как-то ущемить нашу плоть. Только тогда мы становимся восприимчивы к духовным истинам. Так что будем с вами, братья и сестры, не с сокрушением встречать Великий Пост, с сокрушением, я имею в виду, с сокрушением по поводу того, что у нас будут какие-то ограничения, а с радостью, потому что Великий Пост – это великая радость, можно сказать, даже праздник для всякой христианской души. Благодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!